В эфире информационно-правовая программа «Де Факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главная тема выпуска. В Гомеле прикрыли очередной интернет-магазин, через который реализовывались наркотики. На базе ОВД-администрации Советского района города Гомеля и ОВД Гомельского района состоялись открытые показательные аресты. В одном и том же магазине в Гомельском районе дважды в течение месяца совершались кражи. Управлением Следственного комитета по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, осуществлявшей реализацию особо опасных психотропных веществ через интернет-магазин. В качестве обвиняемых проходят шесть жителей Гомеля. Два жителя Мозырского района, гражданин Российской Федерации и гражданка Украины. Установлено, что россиянин, пребывая без регистрации в Республике Беларусь, действуя в составе организованной группы в качестве оптового курьера, в период с апреля по август 2015 года неоднократно ездил в Минск, где забирал оставленные для него в закладках психотропные вещества. Затем из столицы перевозил их в Гомель, где осуществлял расфасовку на более мелкие партии, а затем распределял по закладкам. Сведения о местах закладок направлял оператору интернет-магазина. Его личность устанавливается. Который, в свою очередь, сообщал их розничным курьерам, дистанционно завербованным руководителем группы. В дальнейшем белорусы и гражданка Украины распределяли психотропные вещества по закладкам, преимущественно на территории Гомеля. Участники организованной группы тщательно конспирировали свою деятельность. В группе действовал механизм по планированию организации и совершению преступлений на основе согласованности, управляемости и сплоченности. За ненадлежащее исполнение принятых на себя преступных обязательств даже применялись штрафные санкции. В результате длительной кропотливой работы сотрудников Управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Гомельского облсполкома и подразделений Управления Следственного комитета по Гомельской области удалось пресечь преступную деятельность интернациональной группы и собрать необходимую доказательную базу. Вина обвиняемых в совершении преступлений подтверждается заключениями химических экспертиз, протоколами осмотров мест происшествий, протоколами осмотров предметов, очными ставками. Участникам группы грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. В Гомеле на базе ОВД администрации Советского района состоялся открытый показательный арест. В актовый зал райотдела милиции пригласили учащихся школ, профессионально-технических училищ и лицеев. Среди ребят были те, кому оказывается пристальное внимание со стороны инспекции по делам несовершеннолетних. Акция носила профилактический характер. Перед юношами и девушками выступили специалисты, которые рассказали о текущей ситуации в области, в сфере наркомании и о пагубных последствиях употребления наркотиков. Основная часть мероприятия началась, когда в зал под конвоем ввели двух гомельчан. Буквально на днях они были задержаны оперативниками гомельского наркоконтроля. Обвиняемые были доставлены для принятия решения о заключении под стражу. Они занимались распространением марихуаны. Президент правильно сделал всё, потому что это уже сильно далеко зашло. От этого уже умерло много людей, многих зависимостей. Большинство людей, которые несовершеннолетних, по лет 16-17, употребляют это. И эти люди, которые продают, они должны нести ответственность. Один из арестованных нашёл в себе силы обратиться к подросткам. Александр сказал, что с законом шутки плохи. Любая преступная деятельность рано или поздно становится известна. Сроки наказания столь высоки, что он едва ли может надеяться на то, что вернётся из мест лишения свободы здоровым. Вам, как молодым людям, которые вступают в жизнь, могу порекомендовать всё-таки слушать представителей закона и не нарушать закон. Тем более, всё равно это, особенно, например, те же цветы, вам просто сломают жизнь. Без тела. В 30-ти помрёте или будете инвалидом. Показательный арест состоялся и в здании УВД Гомельского района. Мужчина, который до этого 8 раз отбывал наказание в местах лишения свободы, снова был заключён под стражу. В зале присутствуют лица, для которых такой арест должен стать своеобразным предупреждением, так как в следующий раз при несоблюдении закона за решётку могут отправиться и они. Суть преступления в том, что, уже имея наказание в виде ограничения свободы, мужчина неоднократно нарушал условия пребывания, не появлялся несколько дней дома, находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было направлено в суд. По итогам рассмотрения дела суд назначил самое мягкое наказание, учитывая, что обвиняемый в последнее время встал на путь исправления. Он уже не выпивал и самостоятельно смог найти работу. В итоге два года и два месяца лишения свободы с учётом неотбытой части предыдущего приговора суда. Приговор вступает в силу через 10 дней, но тем не менее на момент разглашения приговора ему сразу же была изменена мера пресечения. Он был взят под стражу в зале суда. На войне говорили, снаряд два раза в одну и ту же воронку не попадает. Владельцы магазина «Гурман» в Новомельче Гомельского района также надеялись, что второй раз в течение месяца их обворовывать не станут. Но ошибались. Первый раз павильон, расположенный на окраине деревни, обворовали в ночь на 30 марта этого года. Владельцы торговой точки меняли старые деревянные оконные рамы на пластиковые стеклопакеты. И на время ремонта решётки с окон были демонтированы. Злоумышленники приметили лёгкую наживу и, отжав стеклопакет, под покровом ночи проникли внутрь. Не прошло и месяца, как в ночь на 26 апреля тем же способом они совершили повторную кражу. Утром позвонил продавец, сказал, что окна открыты в магазине. Ну и всё, приехали и обнаружили, что пропали материальные ценности. Заменили окна как раз в этот промежуток времени, пока мы нам изготавливали решётки металлические. Они воспользовались этим моментом. Отжали окошко и проникли в магазин. Сигнализация в данный момент была неисправна. Если в первый раз на скорую руку были украдены только элитные напитки и несколько килограммов колбасы, то во второй раз воры хозяйничали внутри не один десяток минут. Вскрыли склад, не побоялись даже включать ночью в торговом помещении свет. Правоохранителей удивила такая дерзость. Стало понятно, что работали люди, как говорят, в народе без тормозов и в первую очередь повторно надо отработать контингент, побывавший в местах не столь отдалённых. Проведённые оперативно-розыскные мероприятия вскоре дали свой результат. Следствие вышло на двух ранее судимых жителей Гомельского района, которые уже сознались в содеянном и дают показания. Кроме главных действующих лиц по делу проходят ещё трое. Также ранее судимые – те, кто помогали перевозить и хранить украденное имущество. В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению причастности указанных лиц к ранее совершённым похожим образом кражам. Уже доказана причастность этой группы к пяти кражам по Гомельскому району и к нескольким эпизодам по областному центру. В настоящее время два человека, составляющие костяк группы, арестованы, находятся в следственном изоляторе. Иные лица отпущены под подписку о невыезде. Следствие дальше устанавливает иные преступные эпизоды их деятельности. На погранзаставе Глыботской Гомельской области работает уникальное оборудование, которое позволяет вовремя выявлять отдалённые объекты на границе и оперативно передавать видеоинформацию на заставу. Погранзастава Глыботская открылась всего два года тому. Раньше в этом строении был сельский клуб. Сейчас здесь установлена современная система по охране границы. Это стационарный пост технического наблюдения «Рассказ», который включает в себя тепловизор и радиолокационную станцию, а также сигнализационный комплекс «Ворон». Он позволяет вовремя выявить и идентифицировать подвижный объект на отдельных участках, даже птицу или мышь, и передать видеоинформацию на погранзаставу. Видеокамеры размещены на расстоянии 20 километров от заставы на протяжении 8 километров государственной границы. Днём камера фиксирует неизвестные объекты, автоматически увеличивает план, даёт сигнал на заставу. Ночью или во время плохой видимости дополнительно включается тепловизор, который реагирует на любые движения. При поступлении сигнала оператор статичного наблюдения докладывает дежурному или командиру погранзаставы. По тревоге поднимается группа реагирования, выезжает на участок, где был зафиксирован неизвестный объект. Систему приобрели в России. С момента её установления были задержаны только два реальных нарушителя государственной границы. Украинцы пытались таким образом попасть на заработки в Россию. Но белорусские пограничники готовы и к случаям реальных попыток перемещения через границу диверсантов или других подозрительных людей. Таких случаев не было у нас, слава богу. Но мы готовы в любых условиях обстановки действовать по изменению обстановки непосредственно. Кто бы это ни был и как бы это ни происходило. Каждый месяц тут проводят учения. На самом деле нарушителей границы было больше. Но то были учебные задержания. Проверялась работа системы и то, как организовано взаимодействие разных служб погранвойск. Сколько бы технических съезд не ставили и так далее, всё равно всё зависит от человека. И только пограничник, который обходит границу, он может действительно видеть и охранять её достаточно. За последние два года существенно изменилась сама структура охраны государственной границы. Раньше были так называемые мобильные пограничные группы, которые выезжали на участок на неделю или две. Сейчас заставы находятся непосредственно около границы. А современное оснащение позволяет в самое быстрое время выявлять нарушителей государственной границы и принимать необходимые меры реагирования. В Белорусской армии есть одно подразделение, для которого Великая Отечественная война до сих пор не закончилась. Войнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона на прошлой неделе проводили поиски в нашей области. И перед праздником Великой Победы обнаружили останки 10 бойцов Красной армии, погибших на территории Гомельского и Добружского районов. По разным оценкам, за период военных действий во времена Второй мировой на нашей земле погибло от 2 до 3 миллионов человек. Останки многих из них до сих пор не найдены и не захоронены подобающим образом. Гомельская земля также пропитана кровью и стала последним приютом для многих тысяч солдат и мирных жителей. По подтвержденной информации, из архивных источников возле деревни Орлинск Гомельского района в годы войны шли ожесточенные бои. Рвались снаряды, потери несли обе стороны. Основная задача нашего батальона заключается в том, чтобы найти последнего военнослужащего Красной армии, который погиб за освобождение Беларуси. В Орлинске мы обнаружили останки 9 военнослужащих. В батальоне имеются штатные археологи, которые обеспечивают грамотное проведение раскопок, участвуют в экспертизе найденных останков, оружия, документов и личных вещей погибших. Места поиска самые разные. В Добруше прах воина-освободителя долгое время покоился на приусадебном участке частного домовладения. Солдат погиб в далеком 43-м при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Во время войны еще моя бабушка вместе со своим братом, они захоронили здесь военнослужащего, было отступление со стороны. И погиб солдат, они его захоронили. Документы, которые остались были, переданы в местный военкомат. Но документы во время войны были, все это потерялось со временем. Все найденные останки солдат Красной Армии, личности которых установить не удалось. Торжественные обстановки с почестями будут вновь преданы земле. Но уже в братских могилах на территории сельских советов, рядом с прахом своих однополчан. Подвиг каждого солдата-победителя должен быть увековечен. На территории приусадебного участка произвели поисковую работу с раскопками на местности. И в результате данных работ были обнаружены костные останки одного военнослужащего РКК. Был вызван следственный комитет, который приехал и забрал костные останки для проведения экспертизы. Экспертиза показала, что эти кости принадлежат человеку. Давность его захоронения примерно соответствует давности Великой Отечественной войны. По причине смерти могу пояснить, что на черепе имеются следы воздействия как пули, так и осколка, который мы обнаружили в полости черепа. Пулю мы не обнаружили, потому что ранение было сквозное, и в полости черепа она не осталась. На этом все. От лица съемочной группы нашей программы поздравляем ветеранов с Днем Победы и желаем всем нашим телезрителям мирного неба над головой. Смотрите де-факто на телеканале Беларусь-3 и на сайте телерадиокомпании Гомель. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова